Доброго времени суток! Сегодняшний наш ролик посвящен моему третьему прохождению комиссии МСЭ. Давайте маленько предыстории. В июне 2017 года мне была проведена операция в виде ампутации руки полностью вместе с плечом. Осенью я только попал на МСЭ, гуляла отпуск. Осенью я только попал на комиссию МСЭ. Мне была присвоена вторая группа с переаттестацией, переосвидетельствованием через год. На той же комиссии в первый же раз все разговоры шли про работу. Все разговоры шли только про работу. При условии, что у меня еще шоу был не заживший до конца, был закреплен лейкопластером и кровоточил. Разговоры шли про работу. В марте 2018 года я проходил первое обследование, делал компьютерную томограмму и у меня нашли новообразование. Осенью 2018 года я проходил комиссию МСЭ. В связи с этим новообразованием мне оставили вторую группу. Но очень так это самое говорили, что получается, когда проходите осмотр, осмотр, да, в плановый, раз, ну, мне его надо проходить два раза в год, только заключение у врача стоит, придет она, это томограмма через шесть месяцев. И вот на основании этого заключения Громова начинала всегда буксовать, что вот по лужам через полгода подайте мне новое заключение. Но я не хочу так часто проходить компьютерную томограмму, все-таки шетооблучение, и я ее делаю раз в год. Раз в год я прошел, это был 2018 год, и в 2019 году осенью также прошел всех врачей, попал на врачебную комиссию, отправили мои документы в Акситогорск, на следующий день надо позвонить, я звоню, она прямо говорит, а я от вас не пущу, давайте мне последнее заключение. А я его не делаю, я его обычно весной делаю, это самое. И у меня его, соответственно, не было. Ну, надо, что ж, я говорю, у меня нет его, ну, идите, делайте, ну, что ж, вас ехать, так ехать. Поехал я в ванта-центр, записался я на компьютерную томографию, а у меня была такая еще заминочка, что мне местные врачи не могли правильно описать, все время ставили метастазы, хотя у меня новообразования на данный момент они доброкачественные. И вот в связи вот с этого, с этой заминки мне не могли сделать правильное заключение. Правильное заключение по поводу вот этих новообразований, прогрессируют они или не прогрессируют. Я, мы его последний раз поговорили с Артуром Владимировичем и решили, что я в этот раз компьютерную томограмму пройду в конко-центре. Я приехал в сентябре, записался на компьютерную томограмму, месяц надо ждать, проходит практически месяц, остается дней 8, и у меня звон, это для вас томограф, он в конко-центре сломался. Ладно, я еду опять через 2 недели, записываюсь также на прием, через 10 дней приезжаю, Артур Владимирович открыл компьютер, оп, томограф все-то сломался. Ладно, еду это самое домой, записываюсь здесь уже на томограф, думаю, ладно, может здесь пройду. Вот, получается, уже там у нас был ноябрь, в декабре звонил здесь, очередь, очередь большая, я был 16 декабря, потом уже прошел Новый год, в январе я звонил, и в это время компьютерный томограф и здесь сломался. Я в январе, соответственно, поехал уже в конце января, также записался, все это вот сегодня узнаю, звонил где-то 10 дней примерно до приема. очередь вот такая, записался на прием, приехал, записали меня уже на компьютерную томограмму, ну, уж дать, единственное, я где-то подождал только до дней 12, потому что уже быстрее записали меня на компьютерную томограмму, так, сейчас посмотрю, число такое, опа, на 13 февраля, 13 февраля я прошел компьютерную томограмму, потом попал на прием 19 февраля, как Тур Владимировичу дал он мне заключение, данных за прогрессирование на момент осмотра не получено. Рекомендована компьютерная томограмма органа грудной клетки, брюшной полости, малого таза, сконтрастирован через 6 месяцев. Повторный осмотр, наблюдение районного онколога. Так, ну с этим все понятно, у меня теперь есть то заключение, которое требовало МС от меня, соответственно, я приезжаю, это у нас 19, там было, это было в четверг, я в пятницу приезжал, я в понедельник попадаю на врачебную комиссию, на врачебную комиссию захожу, объяснил, что они посмотрели, да, вернули документы, документы лежат, раз, открыли все, да, за нас, все врачи. Спасибо, конечно, в родной поликлинике, все врачи меня приняли без очереди. Я прошел их в течение недели, по записи мне бы пришлось проходить в течение трех, а то и более недель. Я прошел в течение недели, попал также на врачебную комиссию, и 10 марта я уже попал на саму комиссию МС. Я ждал от комиссии МС, то, что они меня хотят скинуть на третью группу, я был с этим не согласен, был готов судиться. Пока я проходил врачей, мое состояние поухудшилось, но это всегда у меня такое бывает, когда я даю физическую нагрузку, рано встаю, у меня поухудшилось, я пришел на комиссию МС, написал бумагу, объяснительную, в связи с чем, отсутствовал, написал в связи с прохождением компьютерной томографии, отсутствовал такое-то время. На комиссии МС, на комиссии МС, мне громко зачитало нововведение, нововведение, я не помню на основании каких пунктов и каких законов, в 2019 или 2020 году ввели новую поправку у тех, у кого отсутствует плечо, дается группа пожизненно. И мне в этот раз дали пожизненно, пардон, неправильно сказал, бессрочно, бессрочно вторую группу. Соответственно, также, это самое, заявочку на протез оформил, и все, теперь у меня бессрочная группа, это, конечно, очень радует, потому что очень, все-таки, что-то ездить не очень удобно, это самое, минус у меня только, теперь остается ежегодное, ежегодное прохождение, уже раз в год, раз в год я буду ездить в воркоцентр на ежегодное обследование. Ну что ж, на этом ролик закончен, до свидания, с вами был Сергей, всех благ вам и здоровья.